Утром в среду ульяновцы, отправляясь на работу, с удивлением обнаружили, что без резиновых сапог им не обойтись, а до места назначения не доехать. Машины словно крейсеры бороздили лужи, попадая в ямы и создавая аварийные ситуации, и в результате гигантские пробки, задержки маршрутных рейсов, опоздания на работу и прочие раздражающие проблемы. Причину коллапса специалисты узрели в своеобразной конструкции ливневой канализации, мол, не по размеру. Трубы заложены, были диаметром, ну расчет такой под воду, не под такие ливни. Сейчас ливень прошел и не успевает труба, то есть захлебывается, захлебывается вместе с мусором и все. В обед ливневка опять же стала причиной еще одного ЧП. Вода размыла грунт обочины подъездной дороги к старой Волжской переправе. Яма небольшая, но возникла угроза разрушения полотна. А такие случаи уже были именно на этом участке. Ровно семь лет назад, практически день в день, тогда пострадали две опоры, размыло 120 метров дорожного полотна, образовалась яма шириной 7 метров, мост перекрыли и люди добирались на проходящих поездах. В тот день были свадьбы, в общем ужас и бардак происходил. Те, кто добирался из правобережья, надолго запомнят пробку на проспекте Нариманово. Если люди утром не могли уехать на работу, то вечером уже добраться домой. Автобусы были битком, а ушлые маршрутчики, по словам свидетелей, брали с пассажиров по 25 рублей. Наживаясь на растерянности и панике земляков. Их никто не наказал, с ними никто не спорил, так как люди просто хотели побыстрее добраться домой. Вот такой общественный транспорт. Несмотря на коммерческий вариант, маршрутки все же не такси, цена проезда у них фиксирована. Конечно, сюрпризы погоды предугадать трудно, кто с этим будет спорить. Но необходимо заранее делать все, чтобы максимально уменьшить возможный ущерб от разгула стихии. Я не расставил перед коммунаторщиками и дорожниками задачу. Должна быть в полном порядке ливневая канализация и все водостоки. Чтобы вода не накапливалась, разливаясь озерами, а сразу же стекала через люки и трубы. Но некоторым видно, хоть кол на голове тиши, говорит Александр Петрович. Не вразумишь ни словами, ни жесткими приказами. Умом вроде все понимают, сделать как надо почему-то не хотят. Не заставишь. Эту болезнь разгильдяйства, бесхозяйственности и выпивающего непрофессионализма, наверное, нужно лечить уже только хирургическим путем. Пилюли и примочки некоторым ответственным руководителям нашего дорожного и жилищно-коммунального хозяйства уже не помогают. Конец цитаты. Дождь, который городские власти уже нарекли стихией, и мощным ливнем вовсе не является таким. Это обычное естественное явление для начала сентября, и уж тем более двухдневный облажной дождь нельзя считать аномальным. Это подтвердили и ульяновские синоптики. Вот что нам по телефону рассказала сотрудница регионального гидрометеоцентра Альмира Бурнаева. Никаких опасных критериев не было превышено. Опасные по ливням, если за час выпадет 30 миллиметров и более, у нас выпало за 12 часов 18 миллиметров. То есть мы не дотягиваем до опасного. Вообще-то говоря, дожди – это нормальное для нас явление. Не может быть. Это плохо, когда у нас нет дождей. Так что, в общем-то, ничего особенного у нас не было. Продолжение следует...